Всем привет, с вами, как всегда, Хронош, и вы смотрите дайджест игровых новостей от команды XDelate. На этот раз мы подготовили для вас множество интересных новостей минувшей недели, потому, надеемся, вы не будете отвлекаться. Как, например, это делал игрок под ником HS Seiko во время турнира по Hearthstone, в котором он сыграл, скажем так, не очень, потому что всё время отвлекался на отборочные по AutoChess. Ну что ж, всё внимание на экран, поехали! Так, что там у Blizzard? Вы любите играть за Бастиона в Overwatch? Если это так, не пропустите небольшое событие с возможностью получить лего-скин на этого персонажа. Для этого нужно до 30 сентября выиграть 9 матчей в игре. Кроме того, за 3 победы выдадут ещё 2 иконки, а за 6 пару спреев. Кроме того, физические лего-комплекты с персонажами продаются по скидке. Бастион подешевел в 2 раза, а остальные наборы получили скидку в 20%. Heroes of the Storm подаёт признаки жизни. Уже завтра на серверах игры запустят внутриигровое событие под названием Ограбление Алого Казино. Игроков ждёт борьба с мафией, которая тайно управляет целым городом. В её главе стоит White Main. Только вот она никак не ожидает дерзких выходок от Орфеи и её банды. Если интересно, заходите, выполняйте задания, получайте соответствующие награды. Игроки Hearthstone смогли спуститься в гробницы ужаса для сражения с Лигой Зла. Прежде всего, нужно будет расправиться с могущественными повелителями кар. В этом вам помогут могущественные сокровища, а также двухклассовые герои. Первая глава под названием «Затерянный город» как обычно бесплатна, а дальше нужно будет выкладывать 700 золота, ну или же заплатить реальные деньги. За победы и полное прохождение можно будет получить комплекты карт и уникальные рубашки для ваших колод. Теперь к другим новостям индустрии. Ресурс Internet Gaming Database был куплен небезызвестным стриминговым сервисом Twitch. Он собирает в себе большой каталог видеоигр, в котором есть информация по каждому из проектов. Кроме того, ресурс предлагал разработчикам некоторые платные инструменты. Twitch же намерен использовать наработки сервиса для лучшего поиска по играм на своей платформе. Ну а инструменты для разработчиков станут бесплатными. Если вам вдруг интересно, сколько денег вбухивают Epic Games для того, чтобы игры выходили эксклюзивно в их магазине, недавно раскрылись подробности такой сделки с издателями игры Control. Согласно документам, сумма сделки в 9,5 миллионов евро, и это еще до старта продаж. Само собой, это очень выгодные условия, которые позволят разработчикам возместить часть затрат и не особо переживать насчет плохих продаж. Лига Легенд в скором времени будет праздновать свое десятилетие. Случится это 27 октября, и празднование ожидается масштабным. 16 октября будет проведена трансляция, на которой разработчики будут вспоминать самые крутые моменты в жизни их игры. Ну и обещаю также рассказать о том, что ждет проект в будущем. Фанатам игры явно не стоит пропускать трансляцию, ведь наверняка там будет много приятных неожиданностей, а еще обещают различные призы. Кстати, в преддверии такого события Riot сменили логотип игры, теперь он будет выглядеть вот так. А также впервые за долгое время в компании рассказали о количестве людей, играющих в Лигу за день. Это 8 миллионов людей. Просто невероятная статистика, особенно для игры с десятилетним стажем. Кроме того, 5 ноября этого года в продажу поступит занимательная книга League of Legends Realms of Runeterra. По факту в эту энциклопедию войдет компиляция текущего лора игры, от истории различных регионов континента до биографии чемпионов, сражающихся в игре. Обещают, что в книге будет немало концепт-артов, которых до сих пор никто не видел, кроме разработчиков студии, само собой. Все это дело объемом в 256 страниц можно будет заказать на Амазоне за 30 долларов. Если вам интересно, ссылочку оставим в описании. Кот красный. Хидео Кодзима порадует своим присутствием всех посетителей выставки Игромир 2019. Анонс этого события стал неожиданностью. Приехать наш гениальный геймдизайнер решил в рамках тура по поддержке своей Death Stranding. Так что 5 октября в 16.30 желающие смогут подойти к главной сцене и воочию увидеть Кодзиму. Да и вдобавок послушать от него про грядущую игру. А вы ждете выхода The Last of Us 2? Впервые за долгое время нам пообещали показать нечто новое. Официальный твиттер студии Naughty Dog выложил короткий тизер, в котором указано шоу State of Play и дата 24 сентября. Так что в 23.00 по Москве ждем первые подробности и, возможно, даже дату релиза. Хотя, стоп, дату уже слил швейцарский магазин Softridge. Если верить им, релиз состоится 28 февраля 2020 года. В сети появился ролик с короткой предысторией нового персонажа игры Apex Legends. Как уже известно, речь идет о хакере под именем Крипто. Соответственно, в бою он использует дронов и свое умение хакера. Кроме того, Респаун также сообщили о скором начале третьего сезона. Он стартует уже 1 октября и будет называться Крах. Кроме Крипто, игроков ожидает дополнительная винтовка Charge Rifle, ну и, конечно же, новый боевой пропуск. 15 ноября состоится вручение наград Golden Joystick Awards 2019. Да, конец года — это время праздничных номинаций и возможность для разработчиков получить еще немного прибыли с продаж своих успешных игр. На выбор лучших тайтлов в Golden Joystick Awards может повлиять и непосредственно каждый из вас. Можете перейти по ссылке в описании и проголосовать. Также всем, кто закончит голосование, обещают подарить одну бесплатную электронную книгу на ваш выбор. В общем, вперед, ваши любимые игры ждут поддержки. Не так давно Valve обновили рекомендации в своем магазине. По их словам, это должно было помочь игрокам более точно находить игры, которые могли бы их заинтересовать. Ну и, как обычно в таких больших системах бывает, что-то пошло не так. Внезапный удар от новой системы получили многострадальные инди-разработчики. Многие из них начали жаловаться на серьезное падение статистики по добавлению в списки желаемого их игр. А в Steam это достаточно серьезный инструмент, особенно когда ты инди-разработчик. Посмотрим, что по этому поводу будут предпринимать Valve. А еще в Steam, наконец, представили обновление библиотеки, о котором ходило множество разговоров. Кроме визуала, там есть новые функции, информация об обновлении игр из библиотеки, составление своих полок с играми и всякое такое. Теперь обновление доступно для всех желающих в режиме бета-теста. Подключить его можно, как всегда, по ссылке в описании. Парижский окружной суд, наконец, вынес свой вердикт по разбирательству между Федеральным Союзом Потребителей и Valve. Рассмотрение дела тянулось с 2015 года. И что же постановил суд? Систему аренды игр на сервисе Steam не признали, приравняв приобретение игр в сервисе с любой другой покупкой физических товаров. Таким образом, Steam не должен препятствовать пользователям перепродавать игры, поскольку вторичный рынок имеет право на существование. Кроме того, если пользователь уходит с сервиса, ему должны вернуть его деньги, находящиеся на кошельке магазина. А еще всю ответственность за возможный вред оборудованию пользователей при использовании товаров из магазина также должна нести Valve. Пока что у компании есть месяц на обжалование, дальше пойдет начисление штрафа. Итак, посмотрим, к чему это приведет. Если вы считаете, что много лаунчеров не бывает, самое время скачать отдельный лаунчер от Rockstar. Ну а если мотивации делать это у вас нет, возможно, вас подтолкнет к действию бесплатная раздача GTA San Andreas. Да, конечно, этот лаунчер стал неожиданностью. Раз мы затронули халяву, обязательно зайдите в Epic Games Store на этой неделе и заберите целую кучу игр про Бэтмена. Вас ждут Batman Arkham Collection и LEGO Batman Trilogy. Не забудьте забрать этот крутейший пак. Формат выставки E3 в 2020 году собираются немного изменить. В последнее время интерес к E3 падал, и организаторы решили сделать ее более похожей на Gamescom. То есть приглашать известных личностей и пускать больше посетителей в рамках проведения выставки. Поможет ли это им улучшить статистику, узнаем уже в следующем году. Ну и под конец основного блока новостей хотелось бы рассказать об игровом мероприятии, которое прошло буквально неделю назад. На нем побывал участник нашей команды и собрал для вас все новости с него. 15 сентября ребята из Wargaming.net решили помериться силами с Днем Города, который прошел днем ранее. Они провели Wargaming Fest День Танкиста. Это огромное пространство площадью в 100 гектаров в Минском парке Победы, что отличается от привычных стен огромных ангаров. Точки интереса были равномерно разбросаны по карте, а путь между большими локациями в духе главной сцены и игровой зоны был заполнен активностями поменьше. От прогулок на катере до различных фотозон и выставок военной техники. Поучаствовать во всем за один день точно не успеть. В премиум ангаре были созданы сотни мест для игроков на всех платформах. Ну и без чего фестиваль никак не мог обойтись в 2019, так это без косплея, киберспортивных соревнований с комментаторами и магазинов мерчендайза. И конечно же самым громким событием стало выступление The Offspring на главной сцене. А теперь перейдем к блоку новостей, которые нам привезли с фестиваля. Теперь в лаунчере Wargaming Game Center можно будет найти не только игры Wargaming, но и продукцию сторонних разработчиков. К началу 2020 года там появятся Steel Division 2 и Partisans 1941. Будущий набор игр будет вероятно ограничен тематикой войн 20 века. Неожиданное улучшение графики получит и World of Tanks, куда добавят технологию трассировки лучей для создания реалистичной тени. Разработчики обещают сделать ее настолько нетребовательной к железу, что для нее не будут нужны специальные видеокарты. Впрочем, насколько это настоящий рейтрейсинг, будет ясно уже после апгрейда. Также разработчики объявили о том, что продолжат эксперименты с искусственным интеллектом после PvE события «Последний рубеж». Новое же появление PvE в игре придется к 75-летию со дня окончания Второй мировой. Сотрудничество World of Tanks и Offspring продолжится, что лично подтвердили участники группы. Игроки смогут увидеть выступающих музыкантов не только в Парке Победы, но и на виртуальной сцене в ангаре игры. Более того, там их можно оставить навсегда. Поторопитесь это сделать, у вас не так много времени. Еще подробнее рассказали о философии геймдизайна тактического командного шутера «Калибр», что на данный момент находится на стадии закрытого бета-теста. Возможно, мы еще сделаем отдельный обзор на эту игру, но уже сейчас разработчики анонсировали в ней первое в истории появление белорусского спецназа в видеоиграх. Ну а новостями о World of Warplanes и Warships не обрадовали. Что ж, судя по всему, лаунчер Wargaming ждет большое будущее. Еще раз передаем благодарность Wargaming за ивент и увидимся с вами на Игромире. Теперь самое время поностальгировать в нашей рубрике «10 лет назад». 22 сентября 2009 года вышла игра под названием Halo 3 ODST. По факту это была даже не игра, а самостоятельное дополнение, где игроку нужно было примерить на себя роль орбитального десантника. А события игры развернутся до третьей Halo, одновременно с событиями Halo 2 в 2552 году. Персонаж должен будет пройти по руинам Нью Момбасы, чтобы узнать о судьбе своих друзей, а в момент обнаружения определенных вещей игра переходит в режим воспоминаний, где под управлением игрока оказывается тот самый пропавший солдат. Игру приняли неплохо. Оценка на метакритике 83. Рубрику релизов открывает игра The Surge 2. События сиквела происходят спустя некоторое время после первой части игры. Изменились как протагонист, так и локации. Теперь главному герою предстоит выживать в большом городе Джерико. Роботы вышли из-под контроля, военные ввели в военное положение, и тем временем над городом нависла угроза на нитовой буре. Большую ставку разработчики делают на сложность боев, ровно как и в первой части. Арсенал оружия, дронов и имплантов увеличился, поэтому у вас будет еще больше вариантов, как выживать в опасном городе. Еще один представитель условного жанра Souls-like игр, Code Wayne, также выходит на грядущие недели. Фанатам такого жанра, видимо, будет где разгуляться. Мир игры – мрачное постапокалиптическое место, в котором часть людей превратилась в вампиров, собственно говоря, как и основной персонаж. После становления вампиром он потерял память, и на протяжении игры мы будем понемногу вспоминать прошлые персонажа. Фишка этого тайтла – компаньоны, которые будут помогать вам в путешествии. А так все по канонам жанра. Исследуйте мир, разблокируйте проходы, уничтожайте врагов. Должно быть весело. Ну и закончим мы футбольным симулятором FIFA 20. Но что тут еще можно сказать? Это все та же FIFA, но с улучшениями вроде новой физики мяча и улучшенным искусственным интеллектом. Также обновили режим карьеры и добавили режим EA Sports вольта. Это, если что, уличный футбол. Его введение в игру с воодушевлением ждали многие игроки. Ну вот и все на сегодня. Надеюсь, вы не отвлекались и нажали на лайк под этим видео. Кстати, особую благодарность, как всегда, выражаем нашим патронам Александру Терехову и Мадао за поддержку этого выпуска. Ну и всем пока!